Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры! Считаю! Раз, два, три! Ну что же, приветствую всех! С вами Илюша и мой верный песик, и сегодня мы возвращаемся в игрушку под названием Save the Doggy! Но перед этим, друзья, я хотел вас поблагодарить за миллион подписчиков! Да-да, ребятоньки, нас уже такая огромная цифра, и дальше будет больше! Люблю каждого! Ну а мы, конечно же, начинаем! 35-й уровень, и тут у нас вот такая дырочка в стене, где у нас, конечно же, песик! Давайте тогда, ребятоньки, попробуем сделать, наверное, что-то вот в этом духе! Надеюсь, это как-то поможет, что ли? Мы видим то, что, смотрите, пчелки пытаются прорваться, и у них это получается, но нет, друзья, полностью! И в итоге все! Конечно, пчелка была очень и очень даже близка к нам, но в итоге мы вместе с вами смогли сдержать натиск и, естественно, пройти данный левел! В итоге 36-й уровень, у нас тут опять такой собачонок, друзья, и опять-таки пчелы! Я попробую нарисовать просто вот такую маленькую палочку, не знаю, друзья, сработает это или нет, но видим то, что это как-то не особо сработало, поэтому мы, ребятоньки, вместе с вами будем создавать что-то, нечто вот такое, что ли, да? Может быть, пчелки как-то побыстрее, что ли, друзья, будут на нас нападать? Потому что, смотрите, эта палочка падает, не успевает зацепиться за вот эту поверхность! Ну, ладно, может быть, вот так сработает? Ну, смотрите, друзья, вот это уже наконец-таки работает, и, в принципе, практически, друзья, мы смогли пройти этот левел! Это, на самом деле, очень и очень даже жёстко, но видим то, что моя прям новоиспечённая тактика работает, и в итоге мы вместе с вами наконец-таки смогли пройти этот уровень! Он, на самом деле, был, друзья, действительно сложным, но у нас впереди 37-й левел! В принципе, я думаю, друзья, я, наверное, сделаю вот так, чтобы уж наверняка, а именно, закрашу абсолютно всё поле, чтобы ни одна пчёлка не смогла просто тупо к нам попасть! Смотрите, они, конечно, из одной стороны в другую пытаются как-то увильнуть, но это невозможно! Мы всё-таки вместе с вами прошли очередной уровень, жалко, конечно, что на одну звезду, но надеюсь на то, что в следующий раз мы, естественно, намного лучше пройдём данный левел! А тут мы видим, друзья, то, что тут у нас вообще какая-то полная жесть! Я не знаю, как это, друзья, нам пройти, но я попробую нарисовать вот такой, получается, как скрипичный ключ, что ли, у нас будто нота, и в итоге видим то, что наша собачёночка очень и очень даже рискованно, друзья, над водой вот так порхала, но видим то, что у нас имеется три звезды, и, в принципе, мы выполнили наше обещание! Мы действительно очень даже неплохо прошли данный левел! Ну и что же, 39-й! Офигеть! Вы посмотрите, друзья, как он нестандартно выглядит! Давайте тогда я сейчас попробую нарисовать что-то наподобие вот такой штучки, именно фигуры, ну и будем надеяться на то, что она сможет нас спасти! Смотрите, тут у нас очень опасный момент! Одна пчела только что проскочила, и в итоге зафигачила моего пёпсика! Я думаю, то, что дело, друзья, заключается в том, что у нас тут был большой зазор! Теперь, я думаю, у нас точно проблем с этим не будет! И видим то, что, да, пчёлки пытаются стиснуть вот эту штучку, но у них особо-то это и не получается! Хотя только что на секунду получилось! И это, на самом деле, ребятоньки, было довольно-таки рискованно! Но мы всё-таки это сделали, и в итоге у нас сороковой, друзья, уровень! Офигеть! И это, на самом деле, очень-очень даже неплохой такой результат! Сейчас тогда мы будем, друзья, вот так пчёлок подставлять! Надеюсь, они не вырвутся, друзья, отсюда, потому что есть щёлочка! Но видим то, что пчёлки не смогли догадаться, и в итоге наш хитрый пёсик, конечно же, смотрит по сторонам и радуется тому, что он, наконец-таки, выжил! Так, смотрите, у нас тут, опять-таки, очень сложная ситуация, но я думаю, её можно решить одной вот этой линией! По сути, она должна застрять вот на этих шипах, и видим то, что пчёлки, смотрите, пытаются поднять нашу вот эту палочку, но обшипы просто тупо уничтожаются! И вот так, простым способом, мы вместе с вами отыграли уровень на три звезды! Это вообще, друзья, великолепно! Ага! Сорок второй уровень! Две собачки в стене, и одна вот такая штучка сули! Я нарисовал вот такой кружочек, и мне кажется, или он всё-таки должен спасти наших собачек, потому что, смотрите, пчёлки, на самом деле, сильные, но они не смогут справиться с вот этим шариком! В итоге, они сейчас жужжат там на дне, и, в принципе, никакой угрозы нам даже не предоставляют! И в итоге, мы уже вместе с вами, друзья, на сорок третьем уровне, и заработали 450 монеток! Сейчас я буду делать, друзья, вот такую прикольную тактику! По сути, мы везде защищены, наши пчёлочки ничего такого плохого нам сделать не смогут! И в итоге, этот уровень, друзья, опять-таки успешно пройден! Единственное, конечно, жалко, что на две звезды! Но ничего, мы сейчас опять-таки всё это дело наверстаем! Как раз-таки у нас, смотрите, друзья, какой изи-левел! Сейчас мы просто, наверное, вот такую штучку сделаем, и, в принципе, эта простенькая полосточка должна нас, друзья, очень-очень даже неплохо так защищать! И в итоге всё! У нас ноль секунд уже осталось, и в итоге сорок четвёртый уровень пройден! Причём, я не потерял ни одного пёсика! Все мои ребятоньки остались на месте! И, воу, ничего себе уровень номер сорок пять! Вы посмотрите, друзья, как он странно выглядит! Мне, получается, надо спасти пёсика и ещё его отгородить от вот этих навязчивых пчёлок! Ну, смотрите, в принципе, у меня получился вот такой клюв ворона, и видим то, что этот клюв очень-очень даже круто сработал! И благодаря этому мы, конечно же, приступаем к следующему сорок шестому левелу! И, блин, опять-таки, друзья, смотрите, какая подстава! Мне нужно спасти мою собачку! Надеюсь, эта линия, опять-таки, очень-очень даже неплохо так сработает! Смотрите, одна пчёлка пытается прорваться, и в итоге многие ей начинают помогать! Нашего пёсика укусили, но при этом видим на таймере 0 секунд! Значит, у нас уровень всё-таки засчитался! И это, на самом деле, друзья, удивительно, потому что я думал то, что всё! Это точно будет капут! Ну и что же, сорок седьмой уровень! Два собаки напереглядываются друг на друга, и между ними вот такой улей! Но я тут, друзья, в принципе, знаю, что делать! Это просто очень-очень даже изи! Довольно-таки, нам нужно было просто сделать вот такую штучку, и стоп, ничего себе! Вы это видели? Какая злющая была пчела! Видимо, у неё не задался день! Но сейчас, я думаю, багов у нас точно не будет, и пчёлки не смогут вылететь из этого круга! И в итоге всё! Мы вместе с вами, друзья, прошли левел! В принципе, я бы, наверное, его с первого раза прошёл, просто он немножечко залагал! Ничего себе, ребятоньки! У нас тут на сорок восьмом уровне вот такая дилемма! Я, в принципе, подразумеваю, как её решить, а именно вот такой уголочек сделать, ну и, конечно же, заблокировать вот так, друзья, жёстко наших пчёлок! Видим то, что они, опять-таки, вышли из улей, агрессивно пытаются выйти наружу, но наша защита очень и очень даже мощная! И благодаря такой защите мы, конечно, потратили довольно-таки большое количество чернил, и получили меньшее количество звёздочек! Ну, может быть, здесь я, как друзья, смогу очень и очень даже легко пройти? Ну, в принципе, да, легко, но я, друзья, легко завалил этот уровень, поэтому сейчас будем стараться намного лучше! Может быть, опять мне сделать такой крюк? Ну да, это на самом деле очень и очень даже универсальная вещь, потому что, смотрите, пчёлки пытаются поднять его, но у них ничего не выходит! Они слишком лёгкие, а эта штучка слишком тяжёлая! Ну и давайте, ребятоньки, 50-й уровень у нас будет финальный! Смотрите, водичка, два улея и один пёсик, который у нас висит в воздухе! Сейчас я, наверное, сделаю, опять-таки, стандартную схему, а именно просто тупо вот такой кристаллик, можно сказать, который довольно-таки неплохо так защищает моего пёсика! И вот таки всё! Мы вместе с вами, друзья, прошли аж целый 50-й уровень! И это, на самом деле, очень и очень даже круто! Ну что же, ребятоньки, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки! Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!